Жители Бендерского микрорайона Ленинский обратились на горячую линию ТСВ. В округе развелись своры собак. Сейчас у них брачный период. Собаки становятся агрессивными. Местные говорят, были случаи, когда собаки нападали. Наталья Ткачук разбиралась в проблеме. Весь микрорайон Ленинский, ну я вам честно скажу, там получается больше 80-90 особей только вот именно по району. Они агрессивные. Каждое утро жители микрорайона Ленинский просыпаются от лая собак. Сейчас, когда у собак свадьбы, целые стаи кружат по району, пугают детей. Вот мы живем в третьем подъезде. И я спускалась, а девушка была в состоянии такого шока. И она бежала, была в истерике. Я говорю, что случилось? Она говорит, так-то и так-то, говорит, 15 стая собак, говорит, пришла с поля, непонятно, говорит, откуда, и загрызли кошку. Жители района создали вайбергруппу. Там делятся тем, что происходит. Пишут, с одной стороны, животных жалко, многих выбрасывают на улицу сами же хозяева. С другой собак развелось уж очень много. Одному ребенку ногу зашивали, другому прямо вот раны ездили в травмпункт. Все ей зафиксировано у людей. И вот просто все возмущаются в этой группе, все возмущаются. Но никто ничего не хотел делать. Сейчас с тем, чтобы, говоря официальным языком, регулировать численность собак, возникли проблемы. Молдова не пропускает яд, которым усыпляли бездомных животных. А стрелять в черте города незаконно. За отстрел грозит уголовная ответственность. Тут же в микрорайоне Ленинский находится чуть ли не единственный в стране и самый большой собачий приют. Жители близлежащих домов такому соседству не рады. Слишком близко к домам собаки мешают. Мне кажется, и 200 метров нету, как находится приют. Пожалуйста, приют, вот дома. И вот так вот получается, что улица коммунистическая. От конечного троллейбуса и до, получается, южного. Вперед. Да, вперед туда. И получается, вот вам приют. Руководитель приюта Ирина Плагова говорит численно, собак на улице и в приюте пополняют сами жители города и окрестных сел. Щенков коробками подбрасывают под ворота приюта. Зоозащитники уверены, нужен закон, где будут прописаны правила содержания, стерилизация, создание мест передержки и ответственность хозяев за выброшенных животных. Можно их проводить бесконечно, как бездонную бочку. То есть, можно без конца давать людям плодить животных и потом без конца их отстреливать. На это тратить большие бюджетные деньги, что делается больше 35 лет. И получается, что никогда это не заканчивалось и оно никогда не закончится. Всегда была весна, всегда были собачьи свадьбы. То есть, нестерилизованная собака всегда за собой собирает кобелей, а потом она защищает потомство. Эту овчарку несколько недель назад умирающие нашли в овраге недалеко от приюта. Хозяева попросту выбросили ненужного друга на улицу. В приюте собаку выходили и вот теперь отдают новым хозяевам. Брали тоже здесь, на гиске, знакомые тоже отсюда собаки. Вроде бы нормально, хвалили, вот решили отсюда брать собаку. Сейчас в Верховном Совете на рассмотрении два законопроекта по собачьей проблеме. Проблему регулярно обсуждают у президента. На строительство приюта для животных государство выделяет миллион. Но решения пока нет. А у собак очередной сезон свадеб. Наталья Ткачук, Дмитрий Литькович, ТСВ.